13 октября наш регион посетил советник первого вице-президента Федерации хоккея России по вопросам строительства и эксплуатации спортсооружений Рамиль Нагимуллин. Гость оценил подготовку Омской области к первенству мира по хоккею 2023 года. Он побывал на строительной площадке многофункционального спортивного комплекса «Арена» и обсудил ряд актуальных вопросов вместе с представителями регионального оргкомитета по подготовке к проведению первенства мира по хоккею, в числе которых был первый заместитель министра спорта в Омской области Андрей Хромов. Уникальные темпы строительства. Я видел достаточно большое количество строительных площадок. Приходилось принимать участие во мной в строительстве многих арен. Год назад велись работы по закладке фундамента и мы видим спустя год полноценный облик «Арены», который мы видим финишную прямую и мы видим высокое качество. Сейчас готовность «Арены» составляет 40%. Рабочие завершили самый сложный этап – монтаж основных конструктивных решений. Установлено больше половины металлических ферм кровли, завершен монтаж трибун первого яруса, ведется обустройство внутренних помещений. Ведутся активно внутренние отделочные работы, независимо от того, что еще не закрыт тепловой контур, но в рамках графика строительства мы понимаем, что тепловой контур будет закрыт в ближайшее время и отделочные и финишные работы будут производиться именно в зимний период, что позволит ускорить темпы строительства и позволит срок завершить именно данный объект. Рамиль Нагемулин посетил также строительную площадку гостиничного комплекса «Кюрио Коллекшн» «Бай Хилтон», который расположен на улице Щербанева и гостиницу «Космос» на улице Волочаевской. Осмотрен ряд объектов в городе Омск. Это и ледовая арена, вновь строящаяся, это и гостиница, это и аэропорт. Видно, что регион готовится, активно готовится к проведению мирового первенства среди юниоров. То, что задействована вся инфраструктура, задействованы представительные органы власти, видно, что строятся новые объекты, гостиничные инфраструктуры, зоны гостеприимства, различные инфраструктуры дорожного направления. Это, конечно, очень хорошо и эффективно повлияет на качество проведения чемпионата мира по хоккей среди молодежных команд и, конечно, на уровне развития спорта и вообще инфраструктуры в регионе и в стране. Новые гостиничные комплексы начнут принимать посетителей осенью 2022 года.